Продолжение следует... Вадим Красносельский также отметил, что видит только мирные пути урегулирования отношений Приднестровья и Молдовы и готов обсуждать любые политические вопросы, кроме политического статуса республики. Вице-премьер Российской Федерации, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин дал расширенное интервью газете «Комсомольская правда», в котором затронул и ситуацию в Приднестровье. Как отметил Дмитрий Рогозин, сейчас республика находится в тяжелейшей изоляции. Они под всеми возможными санкциями. Украина заблокировала всю границу. Постоянно провокации на границе. Молдова тоже перехватывала российских представителей в Кишиневе, разворачивала журналистов, наших миротворцев. Было принято решение набирать служащих для наших учреждений и структур из граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Приднестровья, рассказал Дмитрий Рогозин. Из-за большого дефицита по социальным статьям правительство планирует отозвать и совместно с Верховным Советом доработать проект республиканского бюджета на 2017 год. Несмотря на это, расходы в начале следующего года будут финансироваться в полном объеме и вовремя. В свою очередь Александр Мартынов заверил, что тарифы на услуги ЖКХ для населения на следующий год подниматься не будут, а вот для юридических лиц немного изменятся. Должны быть равные тарифы для всех предприятий, независимо от формы собственности. Они должны быть адекватными, то есть не препятствовать возможности развития этих предприятий, отметил председатель правительства. Также он подчеркнул, что правительство совместно с Верховным Советом приступило к работе по реализации положения народной программы президента о бесплатном проезде для пенсионеров в общественном транспорте. Приднестровье намерено обратиться к России за финансовой помощью для стабилизации ситуации на валютном рынке, приводит ТАСС слова председателя Приднестровского республиканского банка Владислава Типы. В ближайшие 2-3 месяца будет принят комплекс мер по стабилизации ситуации на валютном рынке, в том числе мы планируем обратиться за финансовой помощью к России, сказал он на выступлении перед депутатами Верховного Совета. Он напомнил, что валютные резервы Приднестровья были исчерпаны еще в первом квартале 2016 года. Также Титва добавил, что у Приднестровья есть собственные резервы и поправить ситуацию можно с помощью денежных переводов от трудовых мигрантов.